Новую систему записи на плановые осмотры у специалистов начали применять в первой детской поликлинике Петропавловска. Теперь расписание с указанием даты и время приёма врача составляют медицинские сёстры при посещении детей на дому. Это позволяет существенно оптимизировать работу врачей. Нам сразу выписали направление к лору и мы сразу же попали по талону. Вот в 10.30 я получила талон, в 10.50 я уже попала к лору. Приходим на плановые, нам говорят прийти там тогда-то, тогда-то такого-то числа. Мы так приходим. Говорит, где недели, число, когда, во сколько приходим. Записал врач-педиатр ко всем специалистам, никаких проблем, я думаю, не будет. Идёте к педиатру, она пишет направление, потом идёте в регистратуру, ждёте записи к этому специалисту. И когда запись будет, приходите и записывайтесь. На такие меры в поликлинике идут вынужденно. Узких специалистов не хватает, а родители зачастую легкомысленно относятся к плановым осмотрам. По словам врачей, на приём приходят не более половины из записавшихся. И самое обидное в этой ситуации, что мы в этот период, у нас есть детки, которые уже этот декретированный возраст переступили. То есть детки двухмесячные, например, они в месяц не попали к неврологу. Детки, допустим, семимесячные, которые тоже не попали к неврологу. И мы их в этой части немножко, так скажем, отстранили, а стали работать с данной категорией. И поэтому стали второй вариант прорабатывать. Стали выдавать нулевые талоны детям, которые, так скажем, уже не декретированного возраста. В ближайших планах внедрение системы записи через интернет и получение талончика к специалисту в автомате, минуя регистратуру. Её работу также намерены реструктуризировать. В администрации поликлиники хотят сделать так, чтобы для получения справки не нужно было бы выстаивать длинную очередь. Сейчас относительно просто попасть на приём лишь к педиатрам. Их штат укомплектован почти полностью. С узкими специалистами ситуация намного хуже. Укомплектованность врачами-педиатрами у нас сейчас 79%. Это достаточно высокий показатель для Камчатки. А укомплектованность узкими специалистами она у нас значительно ниже и не достигает 51%. Не хватает у нас каких врачей? Невролога, травматолога-ортопеда. На постоянной основе нам нужны специалисты, окулиста. Не хватает в поликлинике также отоларингологов и врачей УЗИ-диагностики. Сейчас поликлиника обслуживает около 30 тысяч человек. При таком количестве пациентов там должны работать не менее пяти специалистов-неврологов. Но на практике приём ведут лишь два врача-совместителя. Ещё два в штате числятся, но находятся в декретном отпуске. Это значит, что попасть на приём сложно. Родителей ждут длинные очереди и битвы за талоны. Проблемы есть. Долго иногда запись ждать. Есть специалисты, которым сложно попасть. Есть. Это, как сказать, кто у нас? Невролог, невропатолог, хирург. У хирурга всегда очередь большая. То есть вот такие, да. Окулист вообще. Это надо ночью вставать. Я не знаю, когда... Если есть с кем посидеть, это слава богу. А так вообще ночью встаёшь, да, и стоишь в очереди. К педиатру проще попасть. Их больше. А к узкому специалисту тяжелее попасть. В то же время камчатцы рассказывают, что в платных клиниках пробиться к тем же специалистам труда не составляет. Причём к тем же в буквальном смысле. Деятельность на два фронта ведут многие врачи. Что вполне понятно. Ведь за ту же работу можно получить гораздо большие деньги. Но ведь не хотят частные компании идти и работать в системе ОМС. Они в условиях дефицита врачебных кадров создают более привлекательные условия для врачей, более высокие зарплаты, понятно, да. И врач за период работы три часа в частной медицине, он получает, ну, полторы зарплаты, которые за месяц, полторы зарплаты, которые получает государственные. В частные клиники специалисты идут ещё и потому, что работать там гораздо легче. Там в их обязанности входит лишь консультирование пациентов. В отличие от государственных больниц, есть определённые требования к ведению документации и наблюдению за пациентами. Функции лечащего врача на себя врачи, работающие в частных медицинских организациях, они на себя не берут. Они выполняют функции врачей консультативного приёма. Это разовое посещение, посмотрел, дал рекомендации и отправил ребёнка по месту жительства. Восполнить дефицит кадров медики рассчитывают за счёт притока выпускников вузов. Большие надежды тут возлагают на начинающих врачей. Заманить их на Камчатку рассчитывают не только административными обязательствами, но и романтикой. Приглашение отработать на полуострове три обязательных года врачебной практики получили будущие выпускники из большинства вузов Сибири и Дальнего Востока. Начиная от Западной Сибири, где вузы есть, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Благовещенск, Владивосток, во все вузы послали приглашение для выпускников вузов, для того, чтобы они приехали к нам работать врачами-педиатрами. И я на это большие надежды возлагаю. Но захотят ли приехать на Камчатку молодые врачи и насколько они тут задержатся – очень большой вопрос. Обязать специалистов работать за меньшие деньги или частные клиники оказывать услуги в рамках страховой медицины не позволяет законодательство. Получается своеобразный замкнутый круг. Врачи идут в частные клиники, потому что зарплаты там выше в разы. А камчатцы вынуждены обращаться за платными услугами, потому что попасть на прием к государственному доктору невозможно. При дальнейшем развитии данной тенденции на Камчатке вскоре могут остаться только платные клиники. Работать в государственных будет некому.